Надо было следить за этим. Только деньги. Царапались нас и всё. В минус 11 полторы тысячи человек в марте остались без тепла. Здание котельной на улице Портовой обрушилось. Тогда причинами аварии назвали нестабильность грунта из-за резкого перепада температур. Сегодня в кабинете министров назвали другую версию. Недостаточно техническое обслуживание, содержание и ремонт здания котельной, вследствие чего происходило замачивание несущих строительных конструкций и как следствие снижение их несущей способности. Не были выполнены мероприятия по восстановлению строительных конструкций в соответствии с заключением экспертной организации, которое заключение было ещё в 2015 году. На месте котельной сейчас пустырь. Здание разобрали после аварии. Все котельные республики решили внепланово проверить. Обследовали более трёх тысяч объектов. Больше половины в удовлетворительном состоянии. Почти 600 нуждаются в ремонте. Если вопрос не решить, следующие аварии неизбежно предостерегли на совещании. Вот наглядный пример. Здание на Карла Маркса дало трещины. Паспорта готовности к отопительному сезону поручил президент. Нужно подготовить заранее, чтобы не повторить прошлогоднюю ситуацию. Тогда их не сдали в срок. Паспорта готовности по шести муниципалитетам нет. Да, наверное, были какие-то вопросы. Вот я вопросы задавал. Но эти вопросы мы должны решать. Никто за нас это не решит. У нас все документы должны быть. Подготовка из земли – это вопрос номер один. Мелочей здесь нет. Прошедший отопительный сезон стал переходным. 924 дома и соцобъекты Казани перевели на индивидуальные тепловые пункты. 92 центральные котельные и 101 вывели из строя. На ИТП перешёл и целый посёлок Урусу. Местную ГРЭС ликвидировали. Люди, наши жители, получили экономию за коммунальные услуги по теплоснабжению. Вот только по двухконтурным котлам – это примерно двухкомнатная квартира – 48,3%. Из квартиры, где люди самостоятельно установили электрические котлы отопления, но и в этом случае затраты на тепло снизились на 30%. К отопительному сезону сейчас нужно подтянуть платежеспособность коммунальных организаций. Только за газ – 528 миллионов рублей долга. В чёрном списке предприятия тепловых сетей Зеленодольска, Бугульмы и Елабуги. По предложению президента, во всех районах провести образовательные семинары, чтобы решить проблемы до подачи тепла. Анна Городнова, Рандель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова